Только речь идёт о каких-то мовных законопроектах, понятно, этим хотят прикрыть или дерибан, или войнушку, или какой-то отжим, или ещё какой-то ужасный кипиш. Думаю, что здесь как обычно. Дело в том, что среди махнутых очень много русскоязычных. И они очень неадекватно тоже восприняли это все законодательные инициативы. Они не понимают, почему их должны дискриминировать. Ну, я, конечно, с них смеюсь. А вы что, не за это по Майдану-то прыгали в ка**ных-то своих? Вот за что прыгали, то и напрыгали. То есть любой раскол общества выгоден тем, кто раскалывает. Потому что пока общество ссорится по мобному признаку, можно невозбранно грабить. Это же прекрасно. Они безгранично разные. Сефарды с ашкеназами, советские люди, какие-то там ещё, европейцы, и ничего. Украинцы столь же разные. Ну вот пытается вся эта галецкая шея навязать только свою точку зрения всем остальным. Хотя они в явном меньшинстве. Да молитесь вы своему Бандере хоть сутки напролёт. Да за***те вы на своих фашистов из-за у нас. Чё, сколько хотите. Только не запрещайте другим людям, таким же украинцам, как вы, только очень на вас не похожи, вшановывать и своих героев. Какое ваше собачье дело, какие памятники ставят в других областных центрах. Земля на небесную ось не налетит. Абсолютно ничего не случится. Народ как доили, так и будут доить. Причём абсолютно те самые персонажи, которые их и доят и до 1 июля. Потому что данный закон был совершенно не подготовлен, о чём я говорила с самого начала. И разумеется, несмотря на то, что был дан целый год переходного периода, люди так до сих пор и не в курсе, о чём этот закон. Большинство населения по-прежнему не в курсе, что им принадлежат их дома. Если вы выйдете на улицу и проведёте опрос, то вам львиная доля населения городского расскажет, что их дома принадлежат ЖЭКам, мэрии или государству. Но ни в коем случае не им самим. Никто не вёл никакую разъяснительную кампанию. Не было никаких вообще даже попыток. Ну, разве что в Киеве слегка этим занимался Жан Кличко-Пантелеев. Это очень странно, но первый раз мы имеем чиновника, который действительно соображает матчасти и хоть что-то пытался делать, я вообще расцениваю это как чудо. Во всех остальных городах, наоборот, шло и идёт жесточайшее противодействие. Как попыткам информировать население, так и жалким попыткам людей хоть каким-то образом взять свои дома в свои руки. Хуже всех в этом отношении два подонка и негодяя, это Кернес и Садовой. То есть, если где-то что-то и случится с 1 июля, то это как раз-таки во Львове и в Харькове. Почему? Потому что там коммунальная мафия давно чувствует себя прекрасно и очень системно. И у них как раз-таки всё готово к тому, чтобы поназначать домам рабовладельцев. В Киеве ситуация иная. Как мы знаем, наш замечательный мэр и его команда в основном занимаются совсем другим бизнесом. У них больше там застройки незаконные и всё такое прочее. В коммунальной мафии они сильно не вникают. И поэтому в Киеве ситуация очень сильно отличается от других крупных городов и тем более от городов мелких, где действительно всё схвачено. И в Киеве городские власти заявили, что они не собираются проводить конкурсы. Насколько я помню, так оно и есть. Вряд ли что-то изменилось с тех пор, как мне об этом говорили. Потому что подзаконки нету. Подзаконку никто не разработал. Каким образом проводить эти конкурсы Киев сказал, что не знает. Но, повторяю, это совершенно не мешает коммунальной мафии в мелких городишках и даже в таких крупных, как прежде всего Львов и Харьков. Уже давно провести все эти конкурсы. И с 1 июля народ получит в этих городах, ну и в Днепре тоже, и во всех мелких городах своих рабовладельцев. То есть смысл закона прост как грабли. Или вы создаете ОСББ, или с 1 июля вам будет по непонятной процедуре, потому что, повторюсь, как Киев заявил, такой процедуры нету официально утвержденной, вам будет назначен официальный рабовладелец. Сдыхаться от которого вы, скорее всего, не сможете. Потому что, если сейчас ситуация все-таки с правовой точки зрения крайне неопределенная, то есть сейчас ситуация какова? Требуется консенсусное решение всех сособственников дома для того, чтобы выбрать, кто будет этот дом доить и насиловать. И если такого решения нету, то ЖЭК считается работающим без каких-либо правовых оснований в данном доме, то с 1 июля рабовладельцы получат официальный статус. Там, где местная власть поведет на отсутствие установленных процедур и все-таки проведет эти конкурсы и призначит управителей. Вот поэтому ситуация по стране неоднородная. Но в целом и в общем для народа ничего абсолютно не изменится. Им как кидали в ящик платежку, в которой какая-то неведомая цифирь, взявшаяся непонятно с какого потолка, так и будут кидать. Максимум, что может измениться, это вместо там ЖЭК номер такой-то будет стоять контора рога и копыта, название такое-то. Поменяются счета и все. Больше для людей не изменится абсолютно ничего. У народа есть почему-то такая вот странная идея, что если не создать до 1 июля в СББ, то все-все пропало. Гипс снимают, клиент уезжает. Совершенно не так. Можете создавать, пытаться и дальше творите, выдумывайте, пробуйте. Единственное, что если ваш дом кому-то коммерчески интересен, то скорее всего вам этот дом никто не отдаст, за исключением случаев, когда вы просто тупо физически выкинете этих мафиози из своего дома, наняв более крутую охрану, чем есть у мафиози, которые вас доят. Что касается нашего народа, проблематика примерно такая. Люди даже не могут определить круг своих сособственников. То есть вот они не могут составить шахматку, квартира 1, собственники там Иванов, Петров, квартира 2, собственник фирма такая-то и так далее и тому подобное. И если в Киеве городские власти идут навстречу, всеми силами помогают истребовать эту информацию из БТИ, потому что реестр, там-то речелева пустота, там регистрации только тех объектов, по которым происходили имущественные транзакции. То есть или их покупали, продавали, или там кто-то что-то наследовал, или там какие-нибудь мины, или что-нибудь еще, то есть если менялся собственник в течение этих двух стопейками лет. Вся остальная информация лежит в бумажном виде, более всего именно в бумажном, в БТИ. Попробуйте это все истребуйте. Если вы за дикие деньги из реестра выкачиваете эту информацию, вы обнаруживаете, что там процентов 10 может ваших квартир и нежилых помещений, а все остальное надо каким-то образом изыскивать другими способами. Так в Киеве городские власти помогают, реально помогают, они грузят БТИ, они заставляют поднимать все эти бумажные данные, они как-то что-то делают. А в Харькове товарищ Кернес заявил, что это страшная таймница, это порушение приватного життя. И поэтому болт вам, дорогие товарищи, а не информация про своих сособственников-соседей. Вот вам два мира, два шапира, две крайности. Казалось бы, в двух больших городах. Ну, все остальные городские власти примерно между этими двумя крайними позициями. Конечно, люди, кто поумнее и побогаче, они находят способы зацепить список своих сособственников. Есть миллион способов, можно подкупить застройщика, каких-нибудь мелких клерков, можно договориться с паспортистами, то есть есть миллион способов. Можно пойти в свою районную администрацию, подкупить клерков из отдела приватизации, зацепить все решения по приватизации данного дома, то есть народ выходит из ситуации как может. Но это остается одной из самых главных проблем. Просто тупая невозможность найти список сособственников. А раз нет списка сособственников, вы не можете посчитать кворум. Который вам необходим для собрания. Вы не можете никоим образом известить людей так, как сказано в этом идиотском законе. В этом законе нельзя просто послать письмо собственнику квартиры такой-то. Вы обязаны знать, как его зовут. Иначе суды, подкупленные теми же коммунальными мафиози или проплаченными соседями, проинвестированными, с удовольствием отменят регистрацию вашего СББ и признают незаконным ваше общее собрание. Это очень большая проблема. Конечно, если ваш дом коммерчески непривлекательный и никому не нужен даже баром, никто вам не будет мешать. Забирайте на здоровье, кошка бросила котят и на здоровье. Но тогда другая проблема. В таких домах обычно живут маргиналы. Наркоманы, алкоголики, выжившие из ума, пенсионеры, которые по-прежнему живут в Советском Союзе и уверены, что вот-вот им ЖЭК сделает полный ремонт, капитальный дом, а надо только чуть-чуть подождать. Если там внезапно случаются хоть какие-то вменяемые люди, они сталкиваются с необходимостью вести душеспасительные беседы вот с этой вот категорией населения. Заканчивается это обычно очень прискорбно. Люди просто, видя, с кем они живут рядом, тупо продают квартиру и уходят в кэш, начинают арендовать, понимая, что купить они могут только в аналогичном доме примерно с такими же соседями. Ну или докладывают деньги, покупают в более приличном доме, желательно, что за созданным, приличным, нормальным, функционирующим УСББ. А эти дома, в которых живет такой контингент, которые никому не нужны, которые финансово не привлекательны, просто продолжают катиться в полный аут. Ну это знаменитая дома на Милютенко, наверное, вы знаете, по-моему, 29, там где дома, 23, которые полностью сожраны грибком. Там уже просто грибок сожрал стены, этот дом уже можно только развалить. А там несколько сотен квартир, там несколько сотен людей, куда их девать. Кличко им пообещал, что да, мы ваш дом разваляем и построим новый. Ну это даже не смешно, но находятся лохи, которые в это верят? Ну для кого, в смысле?